здравствуйте друзья я обмолвился в сегодняшнем стриме по этой тематике и подумал что надо бы отдельный сюжет записать вот мы записываем сюжет на тему о том что происходит в тенденциях иммиграционные политики в соединенных штатах как бы вот со стороны исполнительной власти потому что законодательная никак не делает ничего судебная смотрит на законодательную не надо ли чё подправить и подправляет а вот смысле на исполнительную я извиняюсь вечеру на исполнительную а исполнительная как бы лютует в тех рамках которые ей предоставлены законом значит я хочу свою концепцию изложить я ее нигде не прочитал но я просто вот думаю на эту тему и как бы складывается вот так может быть может быть я не прав вы мне скажете значит мое прочтение такое что идет зачистка рынка труда в соединенных штатах вот с того момента как у нас стал президентом трамп и вот как бы вот эта линия вот эта политика начинает осуществляться идет зачистка зачистка происходит таким образом берут людей которые не являются гражданами но имеют право на работу имеют право на работу не не только гражданами они не являются и обладателями грин карты то есть они непостоянные жители страны но у них есть право на работу есть такие категории людей и вот буквально с первых же дней функционирования администрации начался наезд на этих людей с тем чтобы лишить их право на работу и речь идет о каких-то очень крупных существенных группах людей если мы хронологически посмотрим то первым был наезд на тех кто здесь по рабочим визам точнее жен их супругов более широком плане и тех кто является супругами людей по визе или виза или это внутри корпоративные переход переводы и по бизнесу допустим человек приехал в сша начал какой-то бизнес у него есть виза или один супруги там или два и супруга может работать так вот речь шла о том чтобы забрать это и это вопрос который там знаете интересно даже произошло был опубликован указ президентский но опубликован был с такими словами вот нам мы получили указ который завтра будет опубликован и вот этот указ был значит распечатан но опубликован не был он так и так и не стал как бы реально президентским указом но с этого началась вот это вот паранойя по недопущению до работы людей у которых нету green card и то есть в это попадает конечно с первую очередь страдают те кто по визе эйч фор и иди дали разрешение на работу по по визе эйч фор это супруги тех кто из индии там в основном работают по эйчман по рабочим визам вот но это задевает очень больно тех кто например имеет разрешение на работу по политическому убежищу и грин карта есть там у меня спасибо половина компания у меня студенты по всей стране вот я вижу там онлайн вы и тогда половина как половина закрыта то есть первый вопрос есть green card а когда говоришь есть green card и спрашивают а какая потому что если green card и например через брак и говорит ну да это такая green card даже не постоянная короче начинается вытеснение с рынка при том что она даже не было подписано но уже очень больно стукнул и сегодня у нас вот в этой категории с которой все началось почти два года назад в этой категории 100 тысяч человек ожидается что вот 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 значит их таки да лишат это долго длилось они какое-то времени они не знали как они отнесутся они там думали передумывали потому что есть обама дал им разрешение после этого там возбудили дело в суде и оно шло и когда уже администрация поменялась и администрация трампа должна была защищать это дело в суде они сказали попросили суд отложить на полгода потому что они не знают хотят ли они будут и защищать это еще год назад и ночью короче она тянулась 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 и пришло сейчас когда уже казалось бы за 50 лет там самая низкая безработица и уже уже не хватает людей категорически они все равно хотят эти 100000 с рынка выкинуть ну хорошо да да может получиться так что они потихоньку выкинутся то есть допустим им будут им не будут его продлять это разрешение так чтобы прям сразу отнять наверное нет а так чтобы не продлять да ну посмотрим и новых не выдавать это 100000 потом если вы помните вот эти вот даковцы молодые люди которые не не по своей воле с родителями несовершенном летнем возрасте пришли в сша и был указ президента обама о защите их от депортации то есть их не легализовали уж так совсем прямо но сказали этих не депортировать и дать им пока разрешение на работу а дальше у них сохраняются все виды дыскать возможные миграции то есть они могут легализации они могут там скажем жениться они могут рабочую визу получать они могут я не знаю там все что угодно могут просто так жить и работать в общем не депортировать этих 700000 значит и так 100000 по ну так назовем грубо там по индийской линии да вот эти вот супруги 700000 вот этих вот даковцев дальше есть такая программа по защите от депортации слушайте внимательно по защите от депортации людей которые оказались в сша нелегально обычно они визу передерживают не уезжают оказались в сша нелегально и вообще-то говоря они подлежат депортации но постольку в то есть поскольку в той стране откуда они приехали сейчас например наводнения или гражданская война или там ураган какой прошел ну то есть плохо там вот и как бы чтобы помочь тем странам и не закидывать им людей которым нечем заниматься вот они готовы хорошо дадим им временную защиту от депортации на два года обычно дает им на два года ну раз уже мы они тут получается как бы типа легальные уже на два года им дают решение на работу у нас есть такие люди в больших количествах которые по 20 лет им как администрация каждые два года там продлевает это продлевает это этого в руках администрации начиная там буквально еще с когда это приняли во времена буша старше вот сейчас тех из тех лет тянет вот этот закон он есть и администрация может им давать такой статус временной защиты от депортации которые уже там за 20 лет уже многие перевалили они уже там и недвижимостью обзавелись и дети у них тут американско рожденные там и так далее ночью 300 тысяч человек сейчас у них забирают вот эту защиту от депортации и буквально на прошлой неделе может быть даже на этой на прошлый там федеральный судья калифорнийский наложил запрет на вот это вот постановление о том чтобы лишить их защиты от депортации пока там по судам будет ходить до пока что их не трогать то же самое произошло с даковцами то есть пока там по судам будет ходить значит пока не трогать есть постановление федеральных судей которые это сделали то есть по факту их не удалось никуда деть но как бы что пытается сделать администрации мы сейчас об этом говорю значит но это влияет очень сильно на атмосферу в стране это вот так же как два года назад уже это сильно повлияло то что они опубликовали документ который не стал официальным документом а должен был бы стать это уже уже пошла пошла практическая такая травля этих людей абсолютно незаконно это грубейшее нарушение закона кстати если уж мы так и законов давайте я на дорогу переведу чтобы вам веселее было смотреть да то этот темноте получается темная личность вот будем смотреть на дорогу и так мы поговорили значит h4 и иди мы поговорили про даковцев мы поговорили про временную защиту от депортации 300 тысяч человек вот из этих стран пострадавших от всяких там наводнений и ураганов дальше у нас идет тоже нехило дальше у нас была попытка иммиграционной реформы и ну она пока не удалась ничем не увенчалась но мы сейчас говорим о том что они хотели сделать они хотели они требуют и настаивают на том чтобы легальную иммиграцию с миллиона человек в год сократить до полумиллиона человек в год то есть мы не говорим о том что это там не допустить на рынок полмиллиона человек данном случае не выкинуть с рынка а не допустить полмиллиона человек это полмиллиона человек в год если бы допустим была возможность у трампа сделать это в момент когда он стал президентом мы бы не досчитались уже миллиона человек на на рынке труда мы бы уже их не досчитались просто ему пока не удалось вот так гипотетически а за все его президентство за четыре года за первый срок если будет если второго не будет значит а это возможно все возможно а так это было бы уже 2 миллиона человек которые не попали на рынок труда масштабы вот так представляете 700 тысяч 500 тысяч в год 300 тысяч дальше мы имеем лотерею green card не бог весь там какая уж там она массовая это лотерея но послушайте 50 тысяч в год за два года первых президентство трампа это было бы уже уже было бы сто тысяч вот так что ну там может быть не все работают там детишки бывают и так далее но но как бы почему я это все рассказываю по многим 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 параметрам значит пытаются произвести вот эту зачистку больше того казалось бы вот есть иммиграция такая профессиональная и казалось бы если мы посмотрим на уровне демагогии которая к этому пришивается для дурачков то говорят не надо нам семейной иммиграции пусть она будет профессиональная пусть к нам по достоинству отбирают людей а не поймешь каких там по лотереи и так далее это для дурачков на практике что происходит вот эта самая иммиграция которая с рабочими визами ужесточают ужесточают и ужесточают не то что там просто продление вот допустим человек там у него три года потом там еще следующие три года просто продление уже люди вот которые у нас ждут много в кремниевой долине они боятся домой поехать в индию там на недельку понимаете они боятся их обратно не пустят такие случаи есть с продлениями вот со всеми этими делами то есть идет просто такое массовое унижение а оплевывание на практике то есть его не вы не ставят на постамент и чтобы все мимо шли в него плевали нет ну конечно нет он чистенький он чистенький но жизнь их превращается в сплошную сплошную гадость то есть им говорят ты здесь не нужен ты здесь чужой ты тут вообще нахрен никому не нужен а для дурачков мы хотим избавиться от иммиграции вот не поймешь какой и заменить ее на профессиональную качественную добротно они сейчас этого не говорят но мы знаем об этом на какую вот из норвегии хотят не они из этих вот шить и кантри да там засранные но откуда они сейчас едут вот поэтому я делал что у них индия там же наверное в том же списке что-то как-то норвежцы не рвутся я не знаю что с норвежцами проблем вот могли бы конечно так чтобы поддержать администрацию но не едут в общем да когда речь идет о сокращении количества беженцев которые принимаются по беженской программе не не тех что через границу идут а так чтобы официально вот приезжали тут тут более сложная конечно история потому что это сирийцы да это афганцы и там довольно много такого поэтому то есть многие говорят что вот этих то нам точно не надо то есть они как бы душой солидарные но тут как бы двойного назначения да то есть с одной стороны это люди которые ты можешь говорить что там безопасные стороны укрепляют а с другой стороны все равно они не попадают на рынок труда вот они далеко не все сидят на велферах там и так далее это очень многие работают вот короче эти тоже не попадают это может быть не безумно там их много но еще там 50 тысяч ну хотя там может быть много детей там я не знаю в общем зачищается рынок труда идет зачистка нет такой категории иммигрантов сегодня которая была бы которая приветствовалась бы ну то есть они не заплевывают и допустим не вытирают ноги а тех которые там допустим через брак через брак но но сроки какие это же тоже значит вот допустим представьте себе что кто-то там захотел поехал я не знаю куда-нибудь в украину женился хочет привести жену это у него год уйдет пока это его жена появится если не разведется там и так далее вот можете сказать а из них многие не работают это тоже правда друзья это тоже правда но имеют имеют право на работу такая история поэтому до брака они еще не добрались а так вот для всего остального практически уже все остальные линии иммиграции они уже подвергаются такому оплевыванию и демонизации так скажем вот сейчас этот новый судья кавана который кого на которого значит там не брали избрали верховный суд он высказывался по поводу ну там было дело когда организация занимающая защита американского рынка труда высказывалась против того чтобы давать студентам разрешение на работу которые там отучились в американских университетах давать им разрешение на работу а это большая привлекательная как бы часть вот этих студенческих программ потому что потом ты можешь найти рабочую визу и там глядишь а тебе сделают значит green card потом и так далее и они говорят что вот мол студенты выпускники университетов выходят на рынок и конкурирует с американцами за американские работы и вот этот кавана который сейчас верховном суде и от которого теперь кое-что зависит вот и у них теперь там большинство такое консервативное и он написал так он высказался в таком плане что ключевое слово в том что это студент а если он уже пошел на наш американский рынок труда он уже нафиг никакой не студент то есть правильно было бы студентам не давать разрешение на работу и честно сказать я не знаю есть ли такая статистика я просто никогда не сталкивался но специально и не искал то есть какое количество студентов иностранных например по всяким студенческим программам подрабатывает в сша там и тогда в принципе можно сказать что и work and travel нам на хрен не нужен зачем нам какие-то студенты иностранные которые приезжают на лето выполнять сезонные работы и зачем они нам нужны они же конкурируют с американскими школьниками там и тогда вы можете сказать так не хватает людей до людей катастрофически не хватает но так их же и и что войти хватает нет а где хватает сегодня людей всего сегодня просто ну ну катастрофа с людьми при этом с рынка выкидывают выкидывают и продолжают выкидывать людей сотнями тысяч сотнями тысяч и вот такая интересная история получается может я мнительный какой может я чего-нибудь не понимаю но может это просто какая-то знаете побочная ветка какой-то другой политики высокой нам недоступной но в общем то совершенно очевидно вот это вот все я смотрю на этих знаете которые говорят вот правильно они то есть на ищем обе не дотягивают но вот им вот говорят вот надо по достоинствам им кажется что вот когда будет по достоинствам так это их привезут да они тут нахрен никому не нужны со своими достоинствами они не голосуют от них надо избавиться сегодня чтобы те которые голосуют сказали бы да вот у нас сегодня вот у нас действительно администрация подняла рынок подняла работу подняла зарплату и так далее так далее сейчас вот речь идет об этом поэтому я и говорю это для дурачков правда они они думают что-то для них что им выгодно это будет вам не будет выгодно вам вам будет хреново вот но мне мечтать можно а общая идея такая чтобы не пускать людей на рынок труда ни грамотных непрофессиональных никаких не пускать и семейную иммиграцию тоже не нужно ну просто не не нужно и все не голосуешь отвали с нашего рынка никакого степрока тут нет в нашей стране родителей жены можно своей да если ты президент а все остальные пусть это вот не надо все друзья я с вами прощаюсь и и и и и Продолжение следует...